коллеги приветствую вас на youtube канале клуба трейдеров картель и сегодня немножко поподробнее расскажу один был очень интересный вопрос под видео как торговать ситуации похожие либо идентичные когда у нас на рынке складываются такие моменты временами что множество инструментов смотрится плюс минус в одну сторону то есть все что нужно вот из множества похожих ситуаций выбрать наиболее скажем так перспективные интересные первое наверное что необходимо обратить внимание это на сформированность до возможной точки входа то есть вот например на рынке крипты как правило да там поводы биток начинает какое-то движение и с момента начала этого движения какие-то монетки идут сразу какие-то чуть погодя то есть еще остаются скажем так постоять и потом выступает в роли догоняющих если скажем на домашке этом десяток похожих ситуаций я одновременно не захожу там более чем три-четыре сделки если эти сделки там по прошествии времени какого-то там есть переводов без убыток есть какие-то частичные фиксации либо что-то закрывается по тейку и как бы свободная маржа становится снова в доступе до для того чтобы открывать дополнительные сделки не превышать риски дневные то есть например я там закладываю что я могу там получить три стопа в день значит я в три сделки одновременно могу позволить себе зайти если из этих трех там одна закрывается по без убытку там 1 закрывается по 3 3 в работе то я дополнительно могу смотреть еще два инструмента на вход и тоже по выбирать скажем так наиболее интересные если инструменты которые были отобраны на домашку вот пока те пошли эти остаются стоять вот их можно будет посмотреть а если все уходит то мы дополнительно никакие сделки просто не совершаем я покажу на примере вчерашних ситуаций точнее ситуации были со вчера точки входа сформировались сегодня утром первый big time сегодня было закрытие по тейку такой вот есть откат симпатичный мы к нему быстро быстро идем здесь нет никаких на торговых то есть можно попробовать посмотреть на контр тренд ситуацию то есть уровень у нас 29 23 наложный пробой так как я себя причисляю к числу более консервативных наверное трейдеров я не люблю быстрый ложный пробой вот это вот волатильность здесь я люблю такими торговочке и отсюда забирать контр тренд то есть домашку утром все по стандарту vision торговочку контр трендовая ситуация ложный пробой на дневке совмещенной с локальной точкой входа мы там плюс минус возле цены открытия болтаемся если там до откатика потянуть запас хода порядка пяти процентов был то есть можно в принципе попробовать посидеть сделка раз вход в пробой тут еще из ретестика можно было заходить но я как это люблю такие вот на торговочке поэтому смотрю такого плана сделки вход в пробой здесь закрытие по треку мальтик та же самая картина с утра единственное что здесь мы внизу там попилили но вот такая локальная блана торговочка неплохая в пробой был подход открытие стопик за на торговку первое вот это движение не далеко пошли небольшой откат и сделали перехай по хорошему можно было здесь закрываться когда начали так вот обратно подкручивать скажем так пересидел до далее еще небольшое движение выше и вот здесь опять начали заваливать внутрь скажем тогда обратно к точке входа закрылся по рынку потому что сделка не идет мы там не пошли выбивать стопики до в нисходящем движении если здесь кто-то начинает подбирать продолжение вероятно что за откатиками будут прятаться стопа и в данном случае мы не пошли забирать эти стопы то есть начали нас заваливать и манта аналогичная ситуация то же самое вот это последнее движение ночное полностью выкупили и дали на торговочку тоже вход после ретеста вот здесь уже начали заваливать я тут закрывался потому что картинка ломается мы точно также не идем там забирать вот эти вот хвостики за стоп лоссами не гоняемся и сделку необходимо закрыть вообще вот пачка инструментов бирюзового цвета картинки были идентичные абсолютно на домашке все с утра локальная остановка неплохая картинка один в один там как с мантой подошли к уровню на торговке нет вот это движение такое широковатое получилось поэтому мимо да то есть точки входа не было вот так это было симпатично затем ушли и вот этот обратный подход не сопровождается на торговкой перед пробоем поэтому это тоже мимо вакс аналогично было красиво ушли поломали картинку движение в пробой получается уже без на торговке тоже мимо то есть вот идентичные с виду ситуации но как это не везде выполняются условия входа бико там стояла очень сильно полетела бодро бодро но к сожалению тоже без за точки входа блюр был неплохо но здесь вот начался распил то есть на торговке нет и все время три хвосты 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 так и не остановились мы до 5 с отката пролетели просквозили вот это тоже было симпатично вот здесь входа нет потому что издалека подошли опять на торговке не дали перед пробоем поэтому входа нет и вот так так и не сходили да и там ориентиры на ложный пробой тоже не достали сей каша тоже мимо стрк волатильность каша все мимо он все пропустил было интересно вот это неплохо в сделку не полез наверное бы отступила такая ситуация здесь тоже было неплохо пропустил тут тоже был изначально это было вот так потом мы когда ушли я уже не следил за вот этим повторным подходом тоже все мимо то есть такие вот ну это больше локальные ситуации потому что рынок пролился и интересного ничего не дали здесь откатки за и рэкс так тоже прицеливался куда-нибудь где нас держали чтобы получить именно импульсное движение тоже никакой на торговке нет пред пробойной поэтому мимо вот множество ситуаций они плюс-минус одинаковые но из них там всего лишь три сформировали адекватные точки входа до который там удовлетворяет требований трески если вот таких ситуаций множество до выбираем те которые полностью соответствуют вашим условиям для того чтобы разместить орден на вход либо там открываться по рынку если ну происходит так что все идет одновременно да не нужно там 10 сделок открывать две-три сделки однонаправленные вполне достаточно для того чтобы расторговывать там те или иные ситуации крипта вещь такая своеобразная кто-то ходит быстрее кто-то ходит медленнее поэтому если мы там одновременно 3-4 сделки открываем то это в принципе за глаза для того чтобы там и слабо там медленно идущий до инструмент зацепить и там кто побыстрее ходит то есть ситуации бывают абсолютно разные там самое наверное такое вот веселое что было из последнего это bitcoin кэш который полетел аналогичная картинка у нас восходящий импульс мы там корректировались корректировались и далее в продолжение дает вот такую на торговочку вполне себе на пробой и движение очень очень бодрое получилось аж 15 процентов с локальной ситуации там забрать вот поэтому если много инструмент выбирайте те которые красивые те которые хорошие если начинается какая-то каша мы не понимаем расстановку сил то есть когда нас держит там на фондовом рынке вот особенно да там например все начинает двигаться в одну сторону и там берите те инструменты которые в момент точки входа дает самую маленькую волатильность для чего это нужно у вас будет короче стоп и будет ближе тейк если инструментом волатильно двигается лучше пропустить для того чтобы там не сидеть какое-то большое длинное движение которое но не факт что еще состоится близкий ты короткий тейк его гораздо проще забрать с точки зрения именно высидеть позицию нежели забирать какие-то длинные движения опять-таки для фондового рынка накладывается ограничение как правило да особенно если короткие стопы если работа от лимитки мы обязаны брать больший объем при коротком стопе для того чтобы обеспечить математику на дистанции то есть у вас риск в денежном выражении в процентном выражении депозита фиксированный но при сокращении стоп лосса опять-таки если мы работаем от лимита стопы максимально короткие там буквально несколько тиков и в такие сделки необходимо там грузить больше объема движение необходимо забирать маленькая если мы заходим там на волатильности в пробой до движение может состояться но мы будем как это морозить средства в сделке может развернуться все в любой момент до новости какие-нибудь прилетят и рынок пойдет в обратную сторону быстро и можно даже не успеть выскочить вот выбирайте правильных фаворитов используйте стопы всем удачи пока пока